Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемый Президиум. Я сегодня хочу коснуться темы, мне бы, конечно, лучше было поговорить о детях, о семье, но я буду сегодня говорить о том, что в нашей стране произошло на прошлой неделе. В Москве нашу страну накрыла волна митингов почти в 80 городах. Самые крупные митинги прошли в Москве, в Питере, в Волгограде, в Иркутске, в Самаре и в других крупных городах. Чем-то они отличались от тех, которые мы привыкли видеть. Многие люди, когда мы были в регионе, у нас спрашивают, а что это такое было? Сегодня у всех есть интернет, все смотрят, а что это было? А кто такой Навальный? И эти вопросы задают нам. Ну, вы знаете, вы мне скажете, вы же тоже проводите митинги, наверное, вы были довольны. Честно говоря, нет, недовольна. И знаю, кто такой Навальный. И кто его сам же и вырастил. Дело в том, что когда были выборы мэра, мы всегда говорили, зачем нужно было выпускать человека, да еще ему помогать собрать голоса, для того, чтобы он вышел. Ну, потому что самую главную оппозиционную силу КПРФ видели в том, что вот она бы, ее бы поменьше было, было бы лучше. А вы знаете, а сегодня как раз мы видим, к чему приведут вот такие митинги. Тем более, человек неглупый, молодой, и который использует вопросы, больные для всего населения. Ну, например, сегодня был митинг такой у него, коррупция. Слово хлесткое, как и само действие. Коррупция, все понимают, что это такое. С другой стороны, я сто процентов уверена, даже если бы такой человек, как он, выиграл бы выборы допустить такое президента, никогда бы не было хорошо для России. Так же, как у нас после революции, если бы выиграла либеральная эта вся общественность, мы бы просто Россию тогда потеряли. Этого понять мы не хотим сегодня, спорим, но это так. Так и сегодня. Откуда, интересно, этот человек взял столько средств, что в каждом городе вот эти колл-центры, которые обзванивали по квартирам, имея телефоны, и говорили, и призывали на митинги. Мало того, что всем понятно, откуда эти деньги, и кто вырастил такого человека, и зачем. У нас не смогли справиться с Россией ни с санкциями, не смогли справиться и вооруженными конфликтами. Но надо теперь справиться по-другому. Надо разлагать изнутри общества, использовать вот эти сложные наши процессы. А ведь коррупция, посмотрите, она начинается ведь с каждого из нас. Идем в детский сад устраивать, тоже ищем возможность, как. Все говорили раньше по блату, сегодня знаем, что это такое. Идем в школу сегодня, в школу ребенка записывают, чтобы поближе к своему району, тоже самая коррупция. Идем с вами в больницу получить квоту на лечение, тоже самое. А уже если по-большому брать, строят обязательно, находят лазейку, чтобы получить возможность вот этих вот всех строительных мер. Поэтому, ну любой, возьмешь любую страну, вернее, любую часть нашей экономики, везде есть эта коррупция. Он это использовал, но использовал совсем не для того, чтобы бороться с коррупцией. Бороться с коррупцией нужно всем вместе и не на митинги. Бороться с коррупцией нужно сверху и потом идти вниз. За это должно быть определенное наказание и не только наказание. Это надо, чтобы это выявлялось. А у нас обычно, если это наверху, выявляется крайне редко. Поэтому он эту тему использовал. А в следующий раз возьмет еще тему больнее ЖКХ, например. Там тогда вообще будет не знаю сколько народа. Кроме того, смотрите, контингент другой, не советский. Вышла молодежь и еще что более безобразно. Еще приглашали и несовершеннолетних, что вообще недопустимо. Ну а как власть себя повела? Ну а власть повела себя, я считаю, не совсем правильно. Потому что если мы будем только запретами действовать, ничего не получится. Вот смотрите, сегодня будем принимать закон, в котором четко указано, что наши встречи с населением, это тоже митинг. Это для чего делается? Для того, чтобы мы это не могли делать. Да я только появляюсь там воин на улице, собирается вокруг меня народ. Это что? Это неправильно. Понимаете? Мы боимся того, чего не надо бояться. Допускаем то, что опасно и страшно для России. Поэтому темы, я повторяю, будут совершенно разные. Мы находимся с вами в окружении, конечно же, сегодня далеко не дружественных стран. И всегда мы говорили, что вот в советское время появился военный блок, да он был у нас, это военный блок, Варшавский договор. Мы его создали после НАТО, но сегодня его нет. А зачем тогда у наших границ стоят натовские силы? Они близко. Вот здесь нужно задумываться и задумываться над тем, что у нас в обществе сегодня происходит и какие проблемы, которые надо решать. А мы с вами принимаем закон о бюджете. Что бы ни унесла оппозиция, не надо. Только то, что правительство согласилось. Вот это давайте. Вот я недавно внесла законопроект, о котором говорил нам патриарх здесь. Давайте сделаем для многодетных семей, не будем с них брать налог кадастровый на имущество. Я быстрее сделала закон, внесла. И что? Прошло уже скоро два месяца. Ответ такой. Вы знаете, сколько требуется на это? На это требуется от трех миллиардов до шести. Да это смехотворная сумма. И то не надо. Понимаете? Так не получится. Народ, конечно же, молчит, пока молчит. Но вы видите, появилась новая фигура. Они же не разобрались даже кто. Но они слышат, о чем он говорит. И идут за ним. Вот это будет страшно. Мы помним эти оранжевые революции везде, которые были у нас. Кроме того, я не могу сегодня не сказать и о том, что такое терроризм. Другое хлесткое слово. Терроризм. Недавно я присутствовала на Межпарламентской ассамблее СНГ, где комитет по международным делам рассматривал эти вопросы. И там были представители из ПАСЭ. Нас туда не пускают, а мы их, пожалуйста, слушали. Но ни один человек не говорил. А вообще-то, что такое корни терроризма? Вот страшно, вот убивают. Так же и наши средства массовой информации убивают. Мы этим людям поможем, семьям, которые потеряли своих родственников. И показывают эти страшные картинки. Ну а почему это происходит-то? Вот в этом надо прежде всего разбираться. И там, ну, я немножко взяла слово и сказала, знаете, самый главный корень терроризма, это когда сильная страна хотела бы подчинить себе всех, чтобы все по ее правилам играли. А так не бывает. Понимаете? Международное право, первый пункт, написано, что не вмешательство внутренних дел. Так кто этих террористов? Их сначала породили, потом использовали. Совершенно недавно мы слышали, как в Сирии все договорились страны, якобы и Соединенные Штаты, и Турции. Мы договорились, что оппозиция вся помирится и сложит оружие. Ничего подобного не произошло, потому что это невыгодно там. И подумайте, пожалуйста, себе, ну разве может быть лояльная оппозиция, как они называют, когда это просто бандиты с оружием, которые воюют с законной властью. И они это признают. Ну, потому что им это выгодно. Вот это главный корень терроризма. Кроме того, есть еще, да, есть религиозный фанатизм, есть и другие вещи, есть просто нищие за деньги их агитируют туда, есть информационные технологии, которые сегодня, ну, зомбируют людей, их невозможно даже понять. Некоторые люди мне говорят, давайте их, ну, сразу вот просто убивать. Говорят, да, милые мои, он вот сам тебя взорвал, и все. Ему своя жизнь. Он, я не знаю, что с ним, с его головой случилось там. Поэтому вот корни терроризма никто не хочет рассматривать, никто не хочет обвинять те структуры, которые обязаны это делать. Так же, как у нас. Питерцы молодцы. Они собрались все, они поднялись все на помощь. Ну, они же не могут сказать, а завтра этого не может быть. И мы все не можем это сказать. Поэтому наша задача с вами это делать. Кроме того, знаете, я хочу привести пример очень такой показательный. Ведь после революции сколько у нас было босмачей, лесных братьев, бендеровцев со всеми справились, со всеми, и не только с оружием в руках, разными способами и методами. Вот поэтому нам сегодня нужно не ругать правых и левых, а нужно собраться и действовать против этой чумы и заразы. А оранжевая революция для России это, конечно же, смерти подобного. И этого допускать ни в коем случае нельзя. И власть себя, конечно, любая защищает. Но защищать фальсификациями постоянно и запретами ничего абсолютно не получится. Извините. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова